Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok Бог сказал нам насчет этого года, что Он будет изливать на нас откровения относительно исцеления. И нам важно акцентировать то, что акцентирует Бог. Слово говорит, что когда Иисус был здесь на земле, в Его земном служении, Он ходил повсюду, уча, проповедуя и исцеляя. Итак, Он ставил акцент на том, чтобы учить Слово, проповедовать Слово и приносить исцеление людям. Если Иисус это акцентировал, нам нужно это акцентировать. Аминь. И это должно быть акцентом в нашей жизни, потому что без исцеленного тела вы будете ограничены в своей способности повиноваться всему, что у Бога есть для вашей жизни. Итак, мы хотим избавиться от ограничений, чтобы наше тело нам не препятствовало, не ограничивало и не удерживало нас на нашем поприще. Аминь. Итак, это значит, что нам нужно не только исцелиться, но и жить здоровой жизнью. Аминь. А чтобы так жить, нам нужно стать умелыми в том, что Слово говорит нам об исцелении. Не только проповедник должен быть умелым, но каждый верующий должен быть умелым в божественном потоке здоровья. Аминь. Когда возникают симптомы, вам нужно уметь отвечать им. Вам нужно уметь им запрещать быть в вашей жизни, в вашем теле, в вашем доме, у ваших детей. Вам нужно научиться занимать свое место в исцелении. Аминь. Иисус заплатил такую огромную цену, чтобы мы были исцелены, так? Вот насколько Он этого желает в нашей жизни. Цена, которую Он заплатил, показывает нам ценность исцеления. Аминь. Не только грех был возложен на Его тело на Голгофе, но болезни были возложены на Него. Много лет назад, когда мой муж служил местоуказателем в своей поместной церкви, он держал в руках причастие, которое должны были раздать собранию. И, будучи новообращенным, он сказал Богу, «Бог, я даже не понимаю по-настоящему, что такое причастие». И когда он это сказал, он увидел видение, словно крыша церкви исчезла, и он увидел Иисуса, висящего на кресте. А он вырос в католической церкви, где он видел эти картины. И он сказал, именно так все и выглядело. Но он сказал, что к Иисусу, висящему на кресте, по воздуху начали лететь слова. Эд стал их читать, и это были названия болезней и немощей, которые возлагались на Иисуса. Он видел то, о чем говорил пророк Исаия в 53 главе. И когда каждое слово впивалось в Иисуса, все его тело содрогалось. Сначала слова летели медленно, а потом начали лететь все быстрее и быстрее. Он рассказывал, что они летели настолько быстро, что он уже не успевал их читать. Были слова, которые он даже не узнавал, которые даже не были известны людям в названии болезни и немощи. Кто из вас знает, что по мере развития медицины, когда справляются с одной болезнью, с одной немощью, появляется другая? Почему? Потому что дьявол никогда не останавливается в своих злодеяниях. У него всегда в запасе болезни и немощи. И потому Эд видел слова, которых никогда не слышал. Но все это было возложено на Иисуса. Аминь. Вам нужно это знать. Все было возложено на Него. Поэтому, когда болезни и немощи, симптомы и боль пытаются прийти в вашу жизнь, вам нужно повторять то, что говорит Слово. Исаия описал то, что он увидел. Он видел, как болезни и немощи возлагаются на тело Иисуса. И при появлении симптомов вам нужно встать и сказать, нет, не выйдет дьявол. Это возложено на Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Мне так дорого, что сказано, что он взял на себя наши немощи. Речь идет об Иисусе в Матфея 8, 17. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Так что мы знаем, когда приходят болезни и немощи, это не наши, потому что наши Иисус забрал. Эти принадлежат дьяволу, но не нам. У нас не должно быть того, что нам не принадлежит. Поговорим просто по-человечески. Если вы увидите что-то на чужом дворе, пойдете и возьмете просто, потому что оно там лежит, оно от этого не станет вашим. Если вы заберете это с собой, люди могут вызвать на вас полицию за воровство. Почему? Потому что вас застали с чем-то, что вам не принадлежит. Мы из Дома Веры, и нечего нам иметь вещи, которые не из нашего Дома Веры. В нашей жизни, в наших телах. Аминь. Вы должны осознать, что вам не принадлежит, и запретить этому быть в вашей жизни. Если вы не запретите, дьявол останется. Симптомы останутся. Боли останутся. Болезнь останется. Немощь останется, пока вы не встанете и не скажете «нет, нельзя». Аминь. И если вы не знаете, что ваше дело занять эту позицию в отношении дьявола и его симптомов, и запретить им, и сказать «этому не бывать», то дьявол будет продолжать это на вас наваливать, потому что он действует через невежество. Когда люди находятся в неведении, он продолжает против них действовать, а они ждут, что Бог что-то сделает, потому что они не знают, что Бог ждет, чтобы они сказали дьяволу «нет». Он ждет, чтобы вы сказали дьяволу «нет». Аминь. Библия говорит «противостаньте дьяволу» и убежит от вас. Зачем Богу говорить нам противостоять ему, если Бог собирается сделать это за нас? Бог уже сделал все, что Он собирался сделать для нас, дав нам свободу от греха. У греха больше нет власти над нами. У болезни больше нет власти над нами. Поэтому, когда все это пытается прийти и обмануть вас, что этому месту в вашей жизни, ответьте «нет» не выйдет. Слово уже показало мне, что я свободен от этого. Иисус уже забрал все это, и, дьявол, ты не навесишь все это снова на меня, потому что это не мое, это твое, оставь это себе. Послушайте, дьявол – мучимое существо. Аминь. Потому что все, что у него есть, это мучение. Все, что у него есть, это то, что мучает людей. Болезни, немощи, страх, беспокойство – все эти вещи. Тревога, паника. Все это заполняет его существование. Все это не для нас. И если вы не скажете этому «нет», это останется. А Библия говорит «противостаньте дьяволу, и что произойдет?» Он убежит. Аминь. Люди говорят «ну я пробовал, и он не убежал». Значит, вы не противостояли, потому что противостояние означает «я с этим не смирюсь». Противостояние не значит «надеюсь, это уйдет». Противостояние значит «вы запрещаете это». Родители понимают, что значит что-то запретить. Когда подросшие ваши дети начинают плохо себя вести, вы запрещаете им делать определенные вещи. И может, один день они слушаются, а на следующий снова берутся за свое. И что вы делаете? Вы снова это запрещаете. Аминь. И если они снова пробуют это сделать, вы снова это запрещаете. И точно так же с дьяволом. Надо не один раз запретить, а каждый раз, когда он заявляется, говорите «нет, нельзя, нет, не выйдет». Аминь. Итак, Эд видел в том видении Иисуса, висящего на кресте. И это соответствует тому, что видел пророк Исаия. И это записано в слове. Аминь. Итак, чтобы принять исцеление и жить в здоровье, нам нужно понимать нашу часть в исцелении. Иисус выполнил свою часть, взяв все это на себя. А мы выполняем нашу часть, противостоя и запрещая любой болезни и немощи прийти на нас. У них нет никакого права. Аминь. Итак, Иисус не только заплатил цену за наш грех, Он также заплатил цену за исцеление. Разве не так? Итак, исцеление нам принадлежит, но наше дело – его получить. И вот здесь многие люди промахиваются. Они ждут, чтобы Бог дал им исцеление, а Он ждет, чтобы они его получили. Получение, принятие – это наше действие. Кто из вас знает, что вы не родились свыше, пока не приняли Иисуса? Бог не навязал вам спасение силой. Вам нужно было его принять, точно так же с исцелением. Нам нужно его принять. Как у монеты, у исцеления тоже есть две стороны. И сегодня мы будем говорить о двух сторонах исцеления. Одна сторона в том, что исцеление нам принадлежит, и это наше право, как детей Божьих. Наше право быть исцеленными. Аминь. Это одна сторона. И эту сторону исцеления мы проповедуем, как и должны, потому что в 4 и 5 стихах 53 главы Исаии сказано, «Несомненно, Он взял на Себя наши скорби». Слово, переведенное в версии короля Иакова, как «скорби», в иврите также означает «немощи». То есть мы могли бы прочитать «несомненно, Он взял на Себя наши скорби и наши немощи» и «понес наши горести». Слово, переведенное как «горести» – это «боли». То есть Он также понес наши горести и боли. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Что это значит? Это значит, что именно Бог позволил Ему занять наше место в болезнях и немощах. И именно Бог возложил болезни и немощи, боль, симптомы. Именно Он возложил это на Иисуса. Он взял то, что принадлежало человечеству, и возложил это на Иисуса. Эти болезни и немощи не пришли с неба. Бог просто взял их у человечества и возложил их на Иисуса. На небе у Него ничего такого не было, чтобы возложить на Иисуса. Аминь. Он взял это у человечества, точно так же, как на небе не было греха. Но Он взял грех человечества и возложил его на Иисуса. Аминь. Итак, это сделал Бог. Вы понимаете? Он заплатил великую цену, взяв то, что принадлежало нам, и возложив это на своего сына. Он заплатил цену, как отец, чтобы это сделать. И нам нужно почитать эту цену. Это была великая цена, и Иисус почтил отца, взяв это на себя и позволив отцу сделать это с ним. Они оба заплатили великую цену. И поскольку они заплатили такую великую цену, мы должны почитать эту цену, не допуская ни одной болезни и немощи. И если мы просто соглашаемся, уживаемся с болезнями, почитаем ли мы на самом деле ту цену, которую они заплатили, они заплатили такую огромную цену, потому что для Бога Иисуса так важно, чтобы мы жили в свободе от боли, симптомов, болезней и немощей. Еще раз Исайя 53, 4 стих. Несомненно, Иисус взял на себя наши скорби и немощи и понес наши горести и боли, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и не чужен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем. То есть наказание, которое приобрело мир для нас, было возложено на Него. И ранами Его мы исцелились. Аминь. И в первом послании Петра 2, 24 сказано, «Он грехи наши Сам вознес телом Своим надревом, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». Хочу вернуться к стихам в Исаии, которые мы только что прочитали, что Иисус был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Мы видим, что Бог никого не сделал больным, кроме Иисуса. Бог никогда не делал ни одного человека больным. А религия и несведущие люди говорят, люди, не знающие слова, думают, и дьявол помогает им так думать, что Бог наложил на них болезнь, потому что они провинились, потому что они это заслужили. Бог пытается их чему-то научить. Если бы Бог пытался учить вас чему-то через болезни, зачем бы ему было заставлять своего сына так сильно страдать, неся наказание наших болезней и немощей на себе? Бог учит своих детей через свое слово, а не через что-то, что делает дьявол. Вы спросите, «Можно чему-то научиться, заболев?» Да, но это не Божий метод учения. Аминь. Бог никого не делает больным. Поэтому нечего допускать это в свою жизнь, потому что Бог не участвует ни в каких болезнях и немощах. Он в этом не участвует. И это не наказание от Него за то, что вы, может, ослушались Его. Бог этого не делает. И в Матфея 8, 17 сказано, «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». Заметьте, Он взял то, что Отец возложил на Него. Он взял это. Он не бунтовал против этого. Он взял это. И поскольку Он взял это, Он забрал это. Аминь. Итак, первая сторона монеты исцеления. Исцеление нам принадлежит. И у вас есть право, когда что-либо бросает вызов вашему здоровью и исцелению, противостать этому и сказать «нет». Это первая сторона. Аминь. Это вам принадлежит. Но теперь давайте взглянем на другую сторону монеты исцеления. Посмотрим, как она выглядит. Хотя исцеление нам принадлежит, это не происходит автоматически. Есть условия. Вторая сторона заключается в том, что есть условия, которые мы должны выполнить, чтобы получить то, что Бог сделал нашим. Дело не в том, что Бог удерживает исцеление, а в том, что мы должны занять правильное положение, чтобы получить исцеление, которое Он обеспечил. Позвольте объяснить. У многих людей есть мобильные телефоны. У многих из вас они с собой сегодня. Вы можете его достать. Вы купили этот телефон, он вам принадлежит, так? Он ваш. Вы также покупаете тарифный план, так? Услуги оператора. Какая-то компания предоставляет услуги, если вы заплатили за эту услугу, она вам принадлежит. Телефон вам принадлежит, услуга вам принадлежит. Но, несмотря на это, вы можете отправиться в удаленное место, в котором отсутствует сигнал. И телефон, который вам принадлежит, услуга, который вам принадлежит, не будет работать. Почему? Вы не на том месте. Вы не потеряли свой телефон. Он у вас все еще есть. В услуге вам не отказано. Обслуживание не отключено. Вы в таком местоположении, где предоставляемые услуги не могут вас достичь. И это вторая сторона монеты исцеления. Нам нужно оставаться в правильном положении, чтобы исцеляющая сила Божья могла нас достичь. Бог не удерживает исцеления, но мы сами можем выйти из положения, в котором мы способны принять тот поток, который Он уже сделал нашим. Аминь. Если мы представим, что вот этот проход является Божьим потоком, потоком исцеления, потоком процветания, потоком спасения, все в этом потоке. Если я возьму и перейду вот сюда и буду стоять в этом проходе, я вне потока, сила исцеления все еще течет, но я не в том положении, я не могу ее принять, потому что я не на правильном месте. Если я хочу получить исцеление, мне нужно вернуться в то местоположение, где оно течет. Бог не прекращает течение силы исцеления. Бог не удерживает. Он никогда не удерживает то, что Он уже дал. Бог ни от кого не удерживает исцеления. Сила исцеления все еще течет, но люди переводят свою жизнь из правильного положения туда, где не могут принять то, что течет. Это вторая сторона монеты исцеления, которую людям необходимо понять. Если вы не получаете исцеление, которое уже обеспечено, вы противостоите дьяволу, вы отстаиваете свои права и говорите ему «нет», но не получаете, переверните монету. Посмотрите, нет ли чего-то, что удерживает вас от получения. Так часто люди пытаются уговорить Бога дать им исцеление. Вам не нужно его уговаривать, исцеление уже течет. Это нам нужно быть на месте, чтобы получить то, что Он уже обеспечил. Аминь. Мы сегодня поговорим о трех вещах, которые находятся на другой стороне монеты исцеления. Единственные ли это три вещи? Ну, скажем так, если вы с ними разберетесь, уже будет довольно хорошо. Вы будете в безопасности. Потому что Библия называет множество причин, по которым мы можем дать место дьяволу. Павел в Ефесянам 4, 27 сказал «И не давайте место дьяволу». Аминь. То есть есть пути, которыми мы можем дать место дьяволу. Таких путей много, и это индивидуально для разных людей. Но эти три вещи, на мой взгляд, первичны. Если вы разберетесь с этими тремя вещами, вы, по большому счету, будете держать дверь закрытой для любых других причин, которые могли бы украсть у вас исцеление. Аминь. И первое, о чем я хотела бы сегодня поговорить в связи со второй стороной монеты исцеления, это послушание. Послушание. Если мы не будем повиноваться Господу, мы уйдем из положения, в котором мы можем принять исцеление. Ослушавшись Бога, мы уходим с того места, где Его сила может нас достичь. Поэтому слово так много говорит о послушании Господу. Откройте со мной, пожалуйста, 28 главу Второзакония. Второзаконие, 28 глава. Начнем читать с первого стиха. Прочитаем первой и второй стихи. Второзаконие, 28 глава, первой и второй стихи. Когда слово говорит «если сделаешь это, то будет то», это значит, это работает. Это произойдет. Это сработает каждый раз. «Если ты будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли». Заметьте, Господь говорит «у меня есть место для вас выше всего». Он говорит к нации. Он говорит «если вы будете повиноваться Мне, я сделаю так, что эта нация будет выше всех других наций». Что ставит их на более высокое положение? Я говорю об этой земле. Мы знаем, что мы спасены, рождены свыше, мы посажены на небесах со Христом. Но на этой земле вы должны испытать, что вы выше ситуаций. Так? Итак, он говорит «как нация, если вы будете Мне повиноваться», заметьте слово «если», «если ты будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его». Видите, здесь есть условия. Он говорит этой нации «я не могу поднять вас выше других народов, если вы не будете Меня слушать». «Я не могу поднять вас выше других народов, если вы не будете Мне повиноваться. Но если вы будете Меня слушать, если вы будете повиноваться Мне как народ, я поставлю вас выше всех других народов, вы будете выделяться». Вы не будете служить другим народам, вы будете выше их. Он говорит «это нации». Если слушание Бога и повиновение Ему может поднять нацию, Как вы думаете, что оно сделает с вами лично? Если вы будете слушать Бога, если вы будете повиноваться тому, что Он говорит вам делать, с вами произойдет то же, что и с нацией. Бог поднимет вас над всеми обстоятельствами, над любой оппозицией, выше всего, что пытается вас растоптать. Бог поднимет вас. Часто люди пытаются добиться, чтобы Бог исцелил их, обеспечил их, принес процветание, а он пытается добиться, чтобы они слушали Его, слушали Его. Ваше здоровье и процветание, все благословения, которые вам принадлежат, приходят и проявляются в вашей жизни, когда вы слушаете Его. Если вы не собираетесь слушать Бога, а хотите делать, что вам угодно, несмотря на то, что Он говорит, вы от этого и пострадаете. Я вам скажу, чем более зрелыми вы становитесь в Божьих вещах, тем лучше у вас слух. Вы перестаете так много говорить и начинаете больше слушать. Это признак зрелости. Вы слушаете. Аминь. Любой бизнес, любая компания вам скажет, что самые большие проблемы в компании и с персоналом заключаются в коммуникации. Кто-то не слушал, кто-то не услышал инструкции своего начальника, своего работодателя и сделал все по-своему, упустив что-то из данных ему инструкций, и что-то не сработало, и теперь его могут уволить. Аминь. Почему? Потому что если вы не собираетесь слушать, вас не захотят оставить работников. Почему? Потому что вы будете причиной кучи неприятностей для компании, не слушая инструкции вашего управляющего, вашего начальника, кого-то, кто поставлен над вами. Если вы не способны следовать инструкциям, вы наносите вред этой компании. Аминь. Разве не так все в жизни происходит? Бог говорит нам, если вы хотите иметь благословенную жизнь, слушайте. Часть духовного роста – научиться слушать. Это значит быть готовым учиться. Некоторые люди, если можно их так назвать, твердолобые. В США мы их называем бычеголовыми. То есть я все сделаю по-своему, благословен Господь, и уже от того, что вы мне сказали что-то не делать, я точно это сделаю. Но видите ли, именно вы от этого и пострадаете. Вам нужно быть готовыми прислушаться кому-то, кто знает больше, чем вы. Кто из вас знает, что Бог знает больше, чем мы? В чем еще люди заблуждаются? Они прислушиваются к неправильным людям. Они прислушиваются кому-то, кто ни во что не ставит Бога, не уважает Слово. Бог говорит что-то сделать, а близкий человек говорит сделать что-то другое, и они слушают близкого человека, а не Бога. У них будут проблемы. Потому что здесь, в 28 главе второзакония сказано, «Слушай глаза Господа Бога твоего». Аминь. А люди говорят, «Я пытаюсь сохранить мир». Непослушание Богу не сохранит мир. Это ложный мир. Если вы уходите от послушания Богу, чтобы доставить радость людям, вам придется постоянно уходить от Его голоса. Аминь. Я служу Богу. Я повинуюсь Богу. Я следую за Богом. Я люблю свою семью. Я люблю вас. Но я не люблю вас больше, чем люблю Бога. Вы не сделали для меня того, что сделал для меня Бог. Вы меня не спасли. Бог спас меня. Вы меня не исцелили. Бог исцелил меня. Я вас люблю. Но я не ослушаюсь Бога. Я не ослушаюсь Бога ради того, чтобы вы были довольны. Начнете идти на компромисс в своем послушании Богу ради близких, вы потеряете этих близких. Они отвернутся от вас рано или поздно. Если желая что-то сохранить, вы идете на компромисс, вы это потеряете. Именно поэтому нам нужно научиться. Если Бог говорит нам что-то сделать, мы это сделаем. Аминь. И здесь Он говорит, если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Мы говорим о послушании. И Он здесь сказал, тщательно исполнять все заповеди Его. Кто из вас знает, что Его Слово полно заповедей? Его повелений. Это не предложение. Это не пожелание. Это повеление. Значит, это не обсуждается. Многие пытаются вести переговоры с Богом, чтобы добиться своего. Он даст вам идти вашим путем, но Он не изменит свои повеления ради этого. Если мы хотим жить в исцелении, иметь здоровье, нам придется осознать, что это связано с нашим послушанием. То, что нам принадлежит, не будет течь в непослушании. Исцеление принадлежит нам, как детям Божьим, но оно не может нас достичь, когда мы выбираем стоять в непослушании. Потому что исцеление не течет на территории непослушания. Исцеление течет на территории послушания. Войдите на эту территорию. Аминь. Когда мы говорим о послушании, мы говорим о послушании Слову, тому, что Бог говорит в Своем Слове. Но мы также говорим о послушании тому, что Дух говорит нашим сердцам. Мы должны делать то, что Он сказал нам делать в Своем Слове. Иногда люди говорят, я молюсь, чтобы Бог проговорил ко мне, я молюсь, чтобы Бог проговорил ко мне. Можно вам сказать, просто делайте то, что Его Слово говорит вам делать. И если ему нужно будет сказать что-то еще, он скажет. Но если он ничего больше не говорит, нам все еще выпало счастливое привилегие повиноваться тому Слову, которое мы уже читаем. Аминь. Люди пытаются добиться, чтобы Бог заговорил с ними, а Он просто пытается добиться, чтобы они повиновались тому, что Он уже сказал. Он уже проговорил к нам в Своем Слове. Давайте просто займемся исполнением этого. И если нам понадобится что-то еще, Бог проговорит конкретно к нам дополнительно. Аминь. Кто из вас скажет, я хочу быть исцеленным, я хочу жить в исцелении, поэтому я буду повиноваться Богу. Аминь. Я буду повиноваться Ему. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт DufresneMinistries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Dufresne. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...